Я уже говорил, что Линарес является, на мой взгляд, самым таким оптимальным соперником на данном этапе, чемпионом мира, действующий, многие считают его сильнейшим в этом дивизионе. И самое главное, что мы уже все немножко устали от но-маз, соперники просто сдаются, и не нравится это и самому Василию, и нам. И вот похоже, что Линарес все-таки это уже тот соперник, который во всяком случае заявляет, и хочется ему верить, что он не сдастся на табуретке, как это сделали предыдущие оппоненты. И действительно, если изучить этого венесуэльца, посмотреть, как он проводил свою карьеру, он очень рано начал, там, по-моему, в 17 лет, специально уехал в Японию, чтобы раньше можно было начать профикарьеру, потому что в Венесуэле там с 18 лет можно становиться профессионалом. И парень очень опытный, он многого добился, и прошел серьезные испытания, и падал, и проигрывал. Вот, ну, у меня ожидание только яркого, красочного поединка, потому что, как по мне, то Линарес идеальный оппонент для того, чтобы Василий раскрыл все свои возможности. А они раскрываются тогда, когда соперники Василия тоже атакуют, тоже работают, не заходят в глухую защиту, не думают, как, как бы, в общем-то, испортить бой, так называемые спойлеры, как Регонда. Вот Линарес, ну, хочется верить, что он не такой, действительно, и он выложится на все сто, отдаст всего себя, и мы увидим, действительно, яркий, крутой бой. Ну, если говорить про преимущество Линареса, это, конечно же, антропометрия, это то, что вносит какую-то определенную интригу в этот бой, и все хотят увидеть, как Василий справится вот с таким габаритным оппонентом в таком дивизионе, он повыше, и, главное, у него размах рук побольше. То есть, так называемый рич, который вроде как с дальней дистанции дает ему преимущество. Но мы знаем манеру ведения боя Василия, его маневренность и его работа на ногах. Он без проблем подходит на свою ударную дистанцию, какой бы оппонент ни был. Поэтому, я думаю, несмотря на преимущество антропометрии Линареса, Василий будет подходить на свою ударную и будет проводить комбинации. Преимущество Василия мы все знаем. Он является сильнейшим на сегодняшний день в мире боксером. Так многие считают, хотя сам Василий так скромненько еще как бы не называют себя королем. Вот, но уже я и ранее заявлял, и помню, было много критики в мою сторону, что Василий – это великий боксер, который может превзойти, в общем-то, многих, многих таких звезд, таких как Мэй Вейзер. Да, это разные боксеры, но вот если сравнивать манеру ведения, лично мне больше импонирует бокс именно Василия Ломаченко. Его так называемый body language, его работа в ринге, защитные действия, атакующие, его разнообразие. Все, как по мне, это намного красочнее. И именно поэтому мы видим сейчас, какими оборотами он набирает популярность. Уже мы видим, как фанаты не дают ему прохода, и, в общем-то, собираются большие толпы на всевозможные мероприятия, посвященные бою. И сейчас уже мы знаем, что это Мэдисон Сквер Гарден арена, основная 20 тысяч зрителей. И, конечно, это все круто. Я очень рад, что наш соотечественник уже добивается таких высот. Я думаю, что как раз возможность побить очередной рекорд как раз, наоборот, заводит Василия. Он изначально в профи бокс переходил с желанием бить рекорды, становиться, в общем-то, первым, кто делает такие вещи. И то, что он сейчас уже в третьем дивизионе имеет возможность забрать престижный титул, это как раз только ему добавляет мотивации, добавляет сил. Ну, все будет зависеть от того, как пройдет этот бой. И я думаю, что, в общем-то, скорее всего, он останется в этом дивизионе, потому как уже появилась информация от Боба Арума, что в случае победы на Линареса он может провести объединительный бой с Бильтраном, чемпионом по версии WBO. И это круто, а в то же время WBO он должен будет оставить в течение 10 дней, если он остается в дивизионе. Он принимает решение. И вот недавно появилась информация, что именно отец Василия Ломаченко не захотел поединка на данном этапе с Мэнни Пакяо, так как он хочет сам посмотреть, как Василий справится вот с таким грозным соперником в новом дивизионе. Пакяо все еще опасен, Пакяо все еще один из сильнейших. Поэтому степ-бай-степ и сейчас очень правильно шаги делает его команда. Я думаю, возможно, почему нет. Скорее всего, это может быть бой в весовой категории 63 с копейками килограмм. Уэлтер-вейт. Я думаю, в принципе, учитывая антропометрию Пакяо, он там тоже невысокий, по-моему, даже ниже Василия. Было бы очень интересно. То есть Мэнни Пакяо все-таки звезда, который уже, в принципе, наверное, должен задумываться о завершении карьеры. А для Василия это было бы круто в плане получения еще большей известности. Ну, опять же, да, возвращаясь к вопросу о Номас, Номасченко. Хочется верить. Я лично все-таки верю в то, что Линарес не сдастся. И мне кажется, вот чем ближе к бою, я уже так себе визуализирую. Мне кажется, что Василий имеет все шансы завершить бой досрочно. Потому что у Линареса есть проблемы с рассечениями. То есть, может быть, из-за этого остановка боя. А может быть, просто он заставит рефери остановить бой. Если это не будет какой-то одноударный нокаут, то он просто его засыпет градом ударов. И рефери просто вынужден будет остановить, мне так кажется. Ну, вы знаете, говорить, что Василий Ломаченко однообразный боксер, это, по-моему, как минимум некорректно. Потому что как раз Василий очень разнообразный боксер. В его арсенале настолько много различных приемщиков, финтов, атакующих действий. И все это происходит так слаженно у него, гармонично. И я бы не стал его называть однообразным. Вот как раз Линарес, когда входит в рубку, навязывает размены, он однообразно стоит на месте, принимает удары на себя. Ценой пропущенных ударов пытается нанести свой. Василий как раз, как его недавно назвал один из парнинг-партнеров, имеет 12 рук. Тут секунду назад он здесь, тут через секунду он уже в другом месте совсем наносит несколько ударов. Следить за ним просто невозможно. Он постоянно в движении, и это его основной козырь. Никакого однообразия, но все как раз наоборот. Я думаю, это будет досрочная победа во второй половине. Возможно, просто рефери будет в унижене остановить бой. Возможно, технический нокаут, возможно, из-за рассечений. Но будет серьезное преимущество по ходу поединка, и просто рефери остановит. Мы помним, как после последних боев уже шли такие разговоры, что Василию нужно боксировать с какими-то инопланетянами, потому что трудно себе представить на сегодняшний день соперника, который мог бы составить конкуренцию. И наоборот, как раз переходя в такие более высокие тяжелые дивизионы, это новый вызов для Василия, это новая интрига. И это вносит определенный интерес к поединку. Так что все нормально. Я думаю, что он справится с этим. И для него, с его манерой, еще раз повторюсь, никаких проблем с антропометрией соперника не будет. Да, он тяжелее, возможно, будет тяжелее свалить. Возможно, он будет пропускать и может закрыться в глухую защиту, чего не хотелось бы. Но я все-таки думаю, он будет пытаться атаковать, раскрываться, и тут Василия его будет наказывать.